Американскую нефть марки WTI продолжает штормить. После исторического падения цены на нее немного оттолкнулись одна и пошли вверх, но затем снова поползли вниз. Накануне на Нью-Йоркской товарной бирже творилось что-то невероятное. Стоимость майских фьючерсов на топливо на закрытии торгов была минус 37 долларов, то есть продавцы доплачивали покупателям за покупку сырья. Беспрецедентное обрушение котировок эксперты связывают с резким падением спроса на нефть. Как может отразиться такое стремительное падение на российской экономике, мы решили узнать у самарского экономиста Андрея Лютикова. Чем дешевая нефть грозит для нас, простых россиян? В основном негативные ожидания россиян связаны с девалюацией рубля и подорожанием импорта. Всегда кажется, что обесцениваться рублю вроде уже дальше некуда, но тут пробивается очередное дно. Еще это грозит сдуванием финансовых пузырей, особенно акций нефтегазовых компаний. Наш рубль и фондовый рынок – это, в общем-то, нефть и есть. Историческое падение цен на американскую нефть во многом продиктовано пандемией коронавируса и теми мерами, которые предпринимаются для ее сдерживания. Люди по всему миру находятся в режиме самоизоляции, практически не пользуются машинами. Также значительно сократилось количество авиарейсов. Нефтехранилища переполнены. Коммерческие запасы сырой нефти в США достигают исторических максимумов. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 миллионов баррелей в сутки. А в среднем в 2020 году более 9 миллионов баррелей в сутки. Но эксперты считают, это временная ситуация, паниковать не стоит. Безусловно, ситуация этой временная. Так быть не должно. Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу. Китай полностью восстановил свою экономику после коронавируса и потребляет нефть уже в докарантинных объемах. США закупит дополнительные 75 миллионов баррелей нефти в свои стратегические хранилища. Страны Европы постепенно, одна за одной, отменяют строгие меры изоляции и выходят из карантина. Так что сейчас самолеты начнут летать, автомобили ездить и повысится спрос на топливо. И вообще нефть это не только топливо. Проще говоря, стоит ли беспокоиться тем, кто продает нефть и радоваться тем, кто ее покупает. Например, заправляет машину. Эксперты говорят, не стоит. Отрицательная цена в Америке лишь сбой в матрице. Никому пока не будут доплачивать за полный бак на заправке. Обычная нефть по-прежнему в цене. Пусть эта цена в исторической перспективе и выглядит смехотворной. Два главных мировых сорта нефти, к которым привязана цена большинства других, торгуются на прежнем уровне, что и пару дней назад. Дальнейшую динамику этой цены определит баланс спроса и предложения, а не сиюминутная ситуация на одном из рынков фьючерсных контрактов. А баланс этот определится только после того, как мир выйдет из корона кризиса. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.